Здравствуйте! Удивительно и прекрасно, когда человек, выпавший на его долю тяжелые испытания, проходит их достойно и выходит еще победителем. И просто невероятного уважения заслуживает, если это совсем юный человек, или тем более ребенок, победивший тяжелую болезнь и выбравший путь помощи другим. И сегодня у нас в гостях замечательные гости, красивые и очень талантливые. Давайте знакомиться. Вильям Хайло, Сергей Мудров и Даниил Хачатуров. Здравствуйте! Здравствуйте! Начнем, Вильям, с тебя. Тебе 17 лет. Ты скрипач, стипендиат фонда для одаренных детей имени Владимира Спивакова, лауреат международных конкурсов, город Москва. Сергей Мудров – режиссер, поэт, музыкант, куратор проектов «Музыка на здоровье», «Сказки на здоровье». Сегодня мы обязательно расскажем об этих проектах и как благодаря им детки, проходящие тяжелое лечение, химиотерапию, облучение, легче переносят этот период и получают радость через нее и выздоровление. И наш самый младший гость – Даниил Хачатуров, 12 лет, вокалист, финалист детского Евровидения национального отбора, участник очень многих музыкальных проектов, в том числе «Ты супер» на НТВ, да? Ты из города Самары у нас? Да. Когда я готовилась к этой программе, я, конечно, ребят, посмотрела ваши выступления на YouTube и не преувеличиваю. Они затронули самые тонкие струны души, вызвали сильные чувства. Я плакала, да, Даниил, особенно, когда слушала твое Адажио. Сейчас мы покажем нашим зрителям эпизоды этих выступлений, а затем вернемся в студию и продолжим разговор. АПЛОДИСМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕН Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Но в то же время ваша миссия на сегодняшний день, как я понимаю, заключается в помощи другим детям, через ваше творчество и, возможно, через ваши жизненные истории. Поэтому давайте немножечко поговорим о вас, Вильям. Расскажи, пожалуйста, немного о себе. Как случилась болезнь? Кто был рядом? Что ты чувствовал? Что изменилось в жизни? Случилось довольно-таки внезапно. Я под конец года учебного начал чувствовать постоянную слабость. Но я посчитал, что это всего лишь усталость под конец года, потому что год был очень насыщенный. Очень много по учебе было моментов каких-то. И я подумал, что приеду домой в Севастополь, смогу нормально отдохнуть и всё наладится. А сколько тебе лет тогда было? Мне было 14 лет тогда. И так оказалось, что в один момент я потерял сознание, очутился уже в больнице. И так, собственно говоря, и началось лечение. Но хочу сказать, что о том, чем на самом деле я болел, я узнал лишь тогда, когда уже был в ремиссии. Тебе не говорили ни врачи, ни родители? Ну, может, они мне говорили, но я настолько это воспринимал совершенно не то, что обыденно, а как-то довольно-таки, я бы сказал, по-философски. И старался просто жить своей жизнью дальше, выполнять все те дела повседневные, насколько возможно их выполнить в Нистинской палате. И когда ко мне пришли и сказали, что у вас всё на данный момент в порядке, и начали готовиться к трансплантации костного мозга, это, так сказать, закрепить успех, потому что трансплантация костного мозга – это стопроцентная уверенность в том, что болезнь не вернётся. И вот в этот момент как раз я узнал, что я полностью здоров, и как-то я и не ощущал себя человеком, который как-то сильно связан с смертельно опасной болезнью. В общей сложности продолжалось лечение несколько лет? Нет. Довольно-таки быстро было проведено лечение. Ещё хочу отметить, что меня лечили по особенному протоколу, который испытали на мне. Это совершенно новый протокол. И профессор мой, это Александр Карачунский, который создал 25 лет назад протокол «Москва-Берлин». Он с профессорой из Берлина, они вместе создали новый протокол для лечения совершенно новых каких-то заболеваний, и в том числе моего случая, который не подходил под описание привычных. И они буквально, я бы даже сказал, как они потом мне рассказывали, на ходу подбирали препараты, их дозировку и последовательность. И получилось, что за три месяца меня вывели в стойкую ремиссию и сделали трансплантацию костного мозга. И по этому протоколу на данный момент уже вылечили по всему миру 11 тысяч детей. Но мы можем, наверное, сказать нашим зрителям, что речь идёт об онкологии. Да. Вильям, ты музыкой занимался ещё до заболевания. Да, музыкой я занимаюсь с пяти лет. А можно сказать, что до своего рождения я занимаюсь музыкой, потому что, когда моя мама была беременна, она играла на скрипке, и также в роддоме у неё под кроватью лежал инструмент. Поэтому, когда я родился, даже есть очень интересная фотография, на которой я лежу, и на кровати рядом со мной скрипка, и видно, что я в размерах меньше, чем скрипка. И я, как мне мама рассказывала, и на фотографии это видно, я ухватился за гриф скрипки и не хотел отпускать. И в этот момент, я думаю, сам для себя уже определил. Мне было тогда, по-моему, меньше года. В этот момент я уже тогда определился, что я буду скрипачом. Серьёзно? Как ты мог определиться? Ну, я думаю, что раз я схватился и не хотел отпускать инструмент, значит, уже тогда знал, чем буду заниматься. И так получилось, что в пять лет я пришёл к тому же педагогу, у которого училась мама, и так началась моя музыкальная жизнь. Да. А где ты сейчас учишься? Сейчас я учусь в Центральной музыкальной школе при Государственной консерватуре имени Петра Ильича Чайковского у профессора Евгения Робертовича Бушкова. Угу. Я знаю, у тебя вышел первый диск, и в него вошли замечательные классические произведения, которые ты записал с оркестром Министерства обороны, да? Но там же и есть какие-то экспериментальные такие версии, хип-хоп, поп-музыка. Как называется диск? Скажи немножко. Диск называется «Вильям с любовью к музыке». И там действительно представлены треки, я бы сказал, совершенно из разных сфер музыкального искусства. Потому что там есть произведения как классические, которые я как раз и записал с оркестром Министерства обороны, так и современная музыка, в том числе и рэп, который мы записали с друзьями. И действительно этот диск уникален тем, что обычно, если диски записываются, то они записываются на какой-то определенный стиль, именно вот специфику музыки. А этот диск мы решили сделать очень разнообразным, чтобы любой слушатель мог найти что-то свое в нем. Данечка, давай с тобой поговорим. Еще раз добрый день. У тебя удивительная история. Она, конечно, чрезвычайно трагичная, а потом прям какая-то фееричная, я бы сказала, волшебная. Болезнь забрала возможность видеть. Ну, в принципе, это мне сейчас, даже если бы меня спросили, хочешь ли ты сейчас видеть, но тебе это сейчас будет, ну, ты сможешь, может быть, даже вот видеть. К сожалению, нет, но я как-то вот к этому, и сейчас вот, потому что нет и нет, мне хорошо и так, как я живу. И уже так происходит много лет, и я рад своей жизни, меня каждый день, каждый день у меня неповторим. И мне это все нравится. Ну, невероятно то, что ты говоришь на самом деле. Это просто представить даже сложно. А когда в твоей жизни появилась музыка? В моей жизни появилась музыка три года назад. Ну, если мы говорим сейчас про вокал, да? Да, про вокал. Я три года назад начал петь, а так у меня музыка была с самого, тоже моего рождения, ну, как любитель. Постоянно мне мама включала какие-то произведения. Я слушала разных композиторов, в том числе и современных. Мы ходили на разные концерты, то есть у меня музыка была с самого детства. Ну, вот так вот запеть на всю страну, да так еще прекрасно, красиво. Это произошло не так давно, да? Три года назад, ты говоришь. Ну, три года назад я начала обучаться именно вокалу, да. И твой педагог по вокалу, я слышала, говорит, что ты никогда одинаково не исполняешь даже одно и то же произведение. Я никогда, ну, я не знаю. Ты это намеренно делаешь, тебе хочется интерпретировать все. Я это делаю не намеренно, но, то есть есть такая вещь, что если я исполняю не одинаково, это не значит, что я постоянно что-то импровизирую. Это значит, что что-то в моем произведении не меняется. Если я спела даже с одной душой уже, то в следующий раз я могу его спеть совершенно немного по-другому, и даже другое прочтение будет у меня. Я знаю, что помимо музыки в твоей жизни еще колоссальное количество увлечений. Это шахматы, айти-технологии, китайский язык. Кстати, на скольких языках ты поешь? Я пою уже на 12 языках примерно. Ты полиглот от музыки, да? А недавно ты освоил танго, и я видела твои выступления, вообще ты молодец. Танго – твое хобби. Айти-технологии, танго, шахматы. Я очень люблю сочетать стихи и музыку. Получается ли тебе ходить в школу, изучать русский и математику? Ну, получается, успеваю. Молодец. Сергей, вы режиссер, поэт, музыкант, куратор проектов «Музыка на здоровье», «Сказки на здоровье». И проекты эти рабочие. Они получили высокую оценку главного детского онколога, гематолога, академика РАН Александра Григорьевича Румянцева и известного педагога в России, академика Евгения Александровича Ямбурга. Расскажите, пожалуйста, в чем суть этих проектов? В чем их лечебная сила? Как они помогают ребятам стать лучше, ярче и быстрее пройти лечение? Спасибо, очень интересный вопрос. И академик Румянцев Александр Григорьевич, и Евгений Александрович Ямбург – это, получается, наши руководители. Большого-большого центра Димы Рогачева и школы, которая там находится, которая называется «Учим знаем». И нашего непосредственного автора проекта «Учим знаем» – это Сергей Витальевич Шариков. К чему я это все говорю? Вот все эти очень известные имена. Все наши работы, они приходили оценивать. То есть все, что мы делали на все презентации и к Вильяму, и к Данилу, и к Лизе, девочке, когда мы выпускали компакт-диски, мы старались это приурочить к Дню защиты детей. Вот они всегда находили время для того, чтобы прийти и посмотреть. Сергей, на минуточку прерву. Давайте поясним, что такое центр имени Димы Рогачева. Это уникальный центр в своем роде. Это единственный центр в мире, который назван именем пациента. Его создание непосредственно связано с заданием Владимира Владимировича Путина создать у нас в стране центр детской гематологии, онкологии и иммунологии. То есть это один из самых современных, я так считаю, центров. И, естественно, там очень интересно сделана среда для детей, которые там проходят лечение. Они, естественно, должны ходить в школу. Там для них создана такая федеральная программа, где есть госпитальная школа. Таких школ сейчас по стране уже 43. То есть мы постепенно развиваемся, постепенно уходим в регионы, в том числе и в городе Владивосток. Проект «И один, и другой» – это чисто творческий проект, рассчитан на то, чтобы просто открывать потенциал ребят, которые в какой-то момент немножко закрыли себе в связи с болезнью. Это абсолютно естественно. И как мы видим, у нас есть прекрасный результат. Ребята, которые приехали сегодня к вам, будут выступать на площадке, которая, я считаю, что одна из лучших в городе Владивостоке. Очень ответственный концерт. Точно так же они выступают в Москве, в самом большом кафедральном соборе, со звездами зарубежными. И также я считаю, что они выступают. И вот по миру ездит, и Вильям ездит по миру. И совсем недавно вернулся из Вены тоже с оркестром. Значит, Даниил у нас победитель Евровидения. Поясним телезрителям, что во Владивостоке концерт пройдет в соборе Пресвятой Богородицы в субботу. Но об этом мы еще расскажем. Итак, суть проектов – это через музыку, через сказку. Суть проекта – открыть творческий потенциал ребят, которые находятся на длительном лечении, для того, чтобы лечение проходило быстрее, и чтобы они более органично вписывались после выписки из больницы. В жизнь. В обличную. Сергей, расскажите, как это технически происходит? Знаете, как технический специалист, технический специалист, вам отвечу. Это абсолютно настоящий проект. Просто он немножко проходит в игровой форме. Точно такие же записи в профессиональных студиях. Съемки профессиональным оборудованием, съемки клипов профессиональных. Вот у Даниила есть пластилинный мультфильм, у Вильяма есть клипов, где использована самая современная компьютерная графика. То есть это абсолютно настоящие проекты, без всяких прелюдий, детские, не детские. Это абсолютно настоящие проекты, творческие. Но дети там могут участвовать разные. Не обязательно, чтобы они обладали голосом или умели играть на каких-то инструментах. Проект «Музыка на здоровье». Если мы говорим о нем, то там принимают участие только талантливые дети, которые вот по случаю такому оказались в центре Димы Рогачева. Для детей, которые просто не знают еще, не открыли свой потенциал, не открыли свои еще таланты, существует... Мы создали проект, который называется «Сказки на здоровье». Просто там может принять участие любой ребенок, даже находящийся, скажем, там, в палате. Мы можем прийти к нему с диктофоном, записать какую-то часть, какую-то роль его в сказке. И потом это все смонтировать и сделать. Вот ребята из «Музыки на здоровье» из проекта, конечно, будут там участвовать тоже, потому что впоследствии это перерастет в мюзикл, где и Даниил будет петь, а Вильям будет играть нам свои волшебные ноты на своей волшебной скрипке. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, а затем к нам присоединится Светлана Горковенко. И мы продолжим разговор. И к нам присоединилась Светлана Горковенко, руководитель Приморского фонда благотворительного «Сохрани жизнь», который помогает деткам с онкологией. Светлана, расскажите, пожалуйста, как давно существует фонд и чем он занимается? Наш фонд существует уже 10 лет, и мы помогаем детям, приморским детям с онкогематологическими заболеваниями. Онкологические заболевания, понятно, гематологические – это заболевания крови. Детям, которые находятся и на лечении в нашей детской клинической краевой больнице номер один, в онкогематологическом центре. Что конкретно, да, какие мы закрываем потребности? Конечно же, это перелеты на лечение в центральную часть России, как раз вот в клинику Дмитрия Рогачева, где, собственно, и проходили лечение наши ребята, участники проекта и концерта «Музыка на здоровье». Наши дети тоже летают постоянно, регулярно. Конечно, лечение бесплатное, но перелеты, к сожалению, не всегда являются за счет государства. И как раз вот наш фонд подхватывает те моменты, когда нужно срочно, когда нет времени ждать и покупает билеты для того, чтобы дети получили быструю квалифицированную помощь. То есть у нас во Владивостоке, к сожалению, нет тех врачей, тех технологий, которые есть в клинике Дмитрия Рогачева. Это может быть не то, что плохо, что у нас этих технологий нет, потому что у нас все равно регион меньше, и строить большую клинику нет целесообразности. Поэтому легче нашим детям полететь в Москву и там, скажем так, получить ту помощь, которая должна быть квалифицирована. Также мы закрываем потребности по препаратам и обследованию, которые не входят в перечень бесплатных услуг. То есть мы фонд, помогающий быстро обеспечить помощь, которую не может по тем или иным причинам государство, либо родители. И мы как раз вот та рука помощи для того, чтобы наши дети как можно быстрее, эффективнее получили все нужное для того, чтобы выйти в ремиссию и получить выздоровление. Родители обращаются к вам напрямую? То есть они узнают каким-то образом об этом фонде и обращаются с просьбой о помощи купить билеты или лекарства? Наш фонд находится прямо в отделении. И все потребности сначала приходят родители к нам с обращением, либо обращаются непосредственно врачи. Мы согласовываемся с врачами в отделении. В отделении онкогематологии? Да. При детской городской больнице? Также еще наш фонд, конечно же, делает различные терапевтические проекты, творческие проекты. Без них никак, потому что дети остаются детьми, и им нужно радоваться, им нужен праздник, позитив. Мы очень много проводим мероприятий для детей в отделении. Также мы проводим городских масштабных мероприятий, крупных мероприятий. Я думаю, что очень многие знают об этих мероприятиях, о нашем фонде. Поэтому есть пожелание, чтобы как можно больше людей присоединялись. Потому что мы стараемся сделать наши проекты, чтобы они были позитивны. Потому что благодаря позитиву можно только помочь. Не плакать и не просить, а именно делать что-то яркое и полезное. И вот очередной такой проект, большое событие, состоится в эту субботу, 8 февраля. Расскажите, что это будет за концерт, кто в нем участвует. Да, у нас уникальный для нашего города, Владивостока, я считаю, концерт. Это благотворительный концерт для помощи нашим приморским детям и родителям, для их поддержки и вдохновения. То есть все собранные средства от приобретения билетов будут направлены на помощь и закрытие потребностей, которые я говорила ранее. В нем будут принимать участие ребята, которые, скажем так, победили онкологию, прошли этот долгий путь и своим примером хотят показать о том, что вера в выздоровление через творчество может прийти исцеление. Это такой хороший, яркий пример о том, что в любой сложной ситуации есть выход. И самое главное – это позитив, это движение, и тогда все получится. Вы нам сейчас расскажете, где пройдет концерт, во сколько он состоится. А у меня еще вопрос к Сергею. Сергей, ну еще же были какие-то задачи вашего приезда во Владивосток? Владивосток оказался тем самым ярким примером очень быстрого подхватывания идей творческих, которые вот прям лежат на поверхности. Они необходимы, нужны и очень просты в своем исполнении. Мы со Светланой как-то получилось, что именно в нашем центре впервые сели за один студийный стол и записали прям сходу сказку одну. В центре Димы Рогачева, да. В центре Димы Рогачева. У нас там есть самая настоящая профессиональная студия, может быть, одна единственная студия на сегодняшний день известная в медицинском учреждении, где дети, как вы уже видели, записали прям полноценные свои альбомы. После записи у Светланы родилась идея перенести все то знание, которое у нас уже было сформировано, сюда, во Владивосток. Она говорит, я это сделаю. По крайней мере, я хочу. У меня возникло дикое желание это попробовать. Что получится, я тот человек, который лучше сделает, чем не сделает. И жалеет, да. И потом, да, жалеет, что получится. Уже же получается. Уже получилось. Дело в том, что Светлана... Случайности не бывают, как мы уже это понимаем. То есть главное, делай, что знаешь, и будь, что будет, как говорили древние римляне. Начался процесс записи сказок, которые мы выбрали. И вдруг произошло то самое чудо. Значит, стали появляться в проекте именно Владивостокские люди. Одни люди, которые всегда писали сказки, но о них почему-то никто не знал. Значит, совершенно человек с фантастическим голосом. Наталья Львовна Винокурова. Которая работала на детском телевидении, но сейчас как-то она просто... На Приморском. Да, на Приморском. И передача была «Сказка за сказкой». Очень знаменитая, ранее была передача. И она читает вместе с нашими детьми вот сказки. Ребята, которые находятся на лечении, естественно, тут же участвуют, потому что они выбирают себе. Ну, пока роли попроще, да, там каких-то котят, еще что-то. Но они с таким удовольствием все это записывают, а главное, они потом видят результат. Мы очень просто... Наша задача очень быстро, компактно собирать все эти сказки. То есть для нас расстояние, как выяснилось, уже не имеет никакого значения, потому что благодаря современным технологиям Светлана спокойно берет диктофон, записывает и тут же высылает мне в Москву. Я в Москве сажусь, ремонтирую этот Макао, докладываю музыку. И тут же через полтора часа сказка уже на месте, и уже дети слушают. А им что надо? Детям же это же самое главное, что здесь и сейчас. И когда вот эта вот магия начинает происходить, у них начинают загораться глаза. Они, естественно, не думают уже о болезни. Их же интересует, какие следующие роли им дадут, какая сказка будет. Они начинают нас торопить. Давайте быстрее сказку присылайте. И когда ты видишь, что ты... Ну, в смысле, я имею в виду вообще-то. Понятно, да. Что ты что-то делаешь, и это начинает превращаться в какой-то... Результат. Вы знаете, ради этого стоит жить, потому что это то, за что ты себя не можешь ругать. Вот многие события в жизни у людей бывают, когда они могут себя в чем-то обвинять или еще что-то. Но мы все люди. Но здесь это беспроигрышный вариант. Выигрывают все. Выигрывают дети, которые находятся на длительном лечении. Естественно, их родители. Потому что они видят, что если ребенок стал веселее, у него появилось какое-то настроение. Мамы тоже участвуют в записи наших сказок. Учителя, мамы, врачи. Мы всех привлекаем к этому проекту. Мало того, к нам приходят и уже начали записываться известные люди. Вот мы вчера буквально уже записали историческую аудиоисторию о создании Владивостока с нашими депутатами, губернатором, еще многими представительными лицами. Поэтому следите за нашими событиями. Мы покажем и расскажем. Это уже в следующий раз об этой истории. И, конечно же, принесем. И послушать. Но я просто добавлю, что все роли исполняют те люди, которые сегодня являются преемниками тех царских еще персонажей, которые занимали те же самые посты. То есть за губернатора, там читает губернатор. Правда, за царящего. За императора. За императора. Читает императора. За министра культуры – реальный министр культуры. За министра здравоохранения – реальный министр здравоохранения. За жену декабриста – ну, просто жена. Ну да, там все мы постарались так вот интересно вывести контент, чтобы это было соответствующие тоже такие роли. Светлана, а если люди нас послушают и тоже кто-то захочет присоединиться, куда им бежать? Мы безумно рады телефон звонить 2-76-76-57. Это наш телефон фонда. Отвечу на него я. Можете задавать абсолютно любые вопросы. Также можно посмотреть наш проект на нашем сайте. Фонд «Сохрани жизнь» набирается, сразу выходит. Проект «Сказки на здоровье». И там описание нашего проекта. А также можно по ссылке пройти и попасть на YouTube, где наши сказки, именно записанные во Владивостоке, выложены уже. Уточните, пожалуйста, где пройдет концерт в субботу, во сколько и... Итак, мы всех с удовольствием приглашаем на наш уникальный концерт. Не перестаю говорить это слово, потому что на самом деле это так. Вы получите творческое удовлетворение от этого. 8 февраля в 17.00 собор Пресвятой Богородицы. Там уникальная акустика. Будет играть орган, звучать скрипка. И исполнителями будут дети, победившие онкологию. И это не просто дети, это известные уже сейчас ребята, которые... Которые будут играть в одном ансамбле вместе с самой известной органисткой у нас в стране. Марина Амельченко. Она титулованная органистка собора Пресвятой Богородицы в Москве. А в завершении у нас будет песня «Наши дети», которые примут участие. И также наши детки из отделения онкогематологии, находящиеся тоже в стадии ремиссии. И это будет такое, вместе с Вильямом и Даниилом, это будет такая заключительная яркая точка. Поэтому я думаю, что стоит послушать, прийти, посмотреть вживую, потому что можно много раз слышать, но лучше один раз прочувствовать и увидеть. Я хочу пригласить снова к нам в студию Вильяма и Даниила, для того, чтобы они пожелали что-то ребятам, которые сейчас находятся на излечении, сказали какие-то слова поддержки. К нам снова присоединились Вильям и Даниил. И, ребята, в завершении, что бы вы пожелали сверстникам вашим, находящимся сейчас в сложной такой ситуации, связанной со здоровьем, Вильям? Я пожелал бы терпения и веры в собственные силы. Потому что, если веришь в себя, то, приложив немного терпения, можно добиться очень многого и даже полнейшего выздоровления и какого-то решения совершенно, казалось бы, на первый взгляд, безвыходных ситуаций. Даниил, а ты что скажешь? Я полностью согласен с Вильямом. И я еще желаю ребятам, чтобы они наполняли свою жизнь. И я хочу сказать их родителям, верьте в своих детей. Тогда они всего добьются. Вы знаете, я сейчас, может быть, скажу пафосно, но это действительно очень искренне. Я желаю всем мальчишкам, наверное, в первую очередь на земле, иметь такую же силу духа, как у вас. Потому что это невероятно и это ценно. И, как вы говорите, верьте в свою мечту, да? Спасибо огромное, что пришли. Светлана, Вильям, Сергей, Данечка. Я уверена, что именно таких людей называют соль земли. Спасибо вам за вашу деятельность. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнали Симон.